6,5 миллионов рублей нужно потратить, чтобы построить новую крышу на одном таком многоквартирном доме. Капитальный ремонт кровель и фасадов уже несколько лет продолжается в области. Сегодня подрядчики ежемесячно сдают готовые к эксплуатации объекты. Эту крышу по адресу Сахалинская 1 строители сделали меньше чем за два месяца. Когда мы сюда пришли, шифер был в огромных дырках. У людей стояло железо возле карнизов, пленки натянуты, протекала кровля страшная. Сейчас, конечно, жалоб таких нет. Видите, какое сейчас здесь перекрытие. Здесь дополнительно положен утеплитель, небеззащитная пленка. Чердачное помещение здесь значительно отличается от уже сложившегося за многие годы образа темного и сырого места. Кроме утепленной внутренней отделки, строители установили на этой крыше вентилируемый карниз. Зимой он сможет препятствовать образованию сосулек. Внешний облик крыши тоже значительно изменился. Ее покрыли двойным фальцем. Этот кровельный материал отлично подходит для крыш с пологим уклоном. Максимально дома, где большой износ крыш, где проблемы протечки крыш, поставлены на значок губернатора партии «Единая Россия», чтобы максимально быстро за четыре года эту проблему решить. Ремонт крыш и фасадов в области осуществляется под контролем фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Напомним, что организацию создали недавно. Специально для частичного финансирования работ. Фонд осуществляет, начиная с подготовки проектной документации, и на всех стадиях производства капитального ремонта осуществляет контроль. От стоимости крыши или фасада порядка 5% собирают только жители. Остальные средства – городской бюджет и областной бюджет. В Сахалинской области до 2020 года планируется отремонтировать более 4,5 тысяч крыш.